И всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас видеоролик пойдет по поводу челленджей, сегодня у нас уже имеется анонс, 1 августа он появляется, вчера у нас был тоже довольно таки связанный видеоролик с нашими челленджами, там были какие-то определенные мои предположения, что как появится, я думал что появятся у нас танкойны в данном уже челлендже, но пока они появляются только у нас в магазине. Разработчики решили все это дело протестировать, проверить, не решили они добавлять их в челленджи и как по мне это в какой-то степени ну не совсем грамотно, я бы сказал так, потому что по сути в челленджах у нас осталась все та же песня, все те же проблемы, опять пустые слоты, что касаемо призов я даже перед данным видеороликом решил просто зайти, сравнить их с предыдущим челленджем. И там я увидел, что кристаллов и количество аптек стало больше, ну а так в общем и целом ничего там не поменялось, одна краска добавилась. Сегодня немножко я думаю побомбим, немножко я выскажу свое мнение вообще по поводу данного челленджа. Я не думаю, что у многих ребят еще остались такие стальные железные нервы и осталось такое вот прям сверх нагибаторское желание постоянно набивать быстро челленджи. У вас я думаю, как и у меня уже в какой-то степени подгорает, вы так же как и я недовольны чем-то. И по сути я в данном челлендже не видел бы вообще никакого смысла набивать его, если бы не было бы в конечном призе прайма Гауса и получается у нас диктатор XT. То есть если бы условно говоря бы в данном челлендже у меня хотя бы один из данных двух скинов был бы в гараже, я почти на 100% уверяю вас, что я бы не набивал данный челлендж. Давайте переоденем пушку, что-то он мне тут жестко тут нагибает. Давайте попробуем тогда Гауса взять, раз у нас там Гаус как раз прайм появится. Что касаемо Гауса, довольно таки неплохо выглядит, если честно. Мне понравилось, мне понравилось, не спорю. И за счет этого у меня хотя бы есть какое-то определенное желание набивать данный челлендж. Так бы я бы лучше бы просто посидел бы, потренился бы к тофам и не торопился бы вообще никак там играть этот матчмейкинг, набивать эти звезды. Набил бы там грубо говоря каких-нибудь 500 и жил бы себе спокойно, нафиг мне оно надо было бы. Но ради такого приза я думаю, что стоит набить. Конечно, как я уже и сказал в предыдущем видеоролике, я не собираюсь набивать данный челлендж быстро, я не собираюсь никуда торопиться. Мне это вообще ни к чему. Есть определенные цели по тофу и я думаю, что в последние дни, то есть до 29 числа, грубо там где-то в 25 числах, мы там более усердно начнем бить данные звезды и я надеюсь, что я успею их добить. Главное там немножко тайминги рассчитать так, чтобы у меня времени хватило все это дело сделать. Возможно там какие-нибудь выходные уделим набитию звездам. Ну а так по большей части мы будем концентрировать свое внимание, конечно же, не на звездах, а на турнире, который вот-вот уже должен начаться. Сейчас у нас регистрация уже скоро закончится, немножко она продлилась из-за того, что сайт багует-лагает и поэтому еще до сих пор, если вот вы смотрите видеоролик 1 августа, если не ошибаюсь, то до 4 или 3 числа данного месяца у нас еще открыта регистрация на ТОФ Молот, дальше появится ТОФ Рикошет, поэтому все те ребята, которым интересны данные турниры, обязательно принимайте участие, возможно-таки встретитесь вместе со мной, поиграете против меня официальную встречу, может быть даже удастся у вас на изи-каточке меня выиграть. Я все же сейчас нахожусь, наверное, не в самой нормальной такой оптимальной форме по ТОФам, да, есть какие-то моменты, которые у меня сейчас определенно не получаются, но я думаю, что со временем все должно вернуться в старое русло, сейчас мы потихоньку на стримах данный скилл поднимаем. Ну а что касаемо челленджа, да, мне уже надоело гореть, честно, надоело гореть, надоело высказывать свое мнение, свои недовольства, и как бы смириться я с этим не хочу, да, если бы, как я уже сказал, в челлендже бы не было бы нормального конечного приза, я бы его бы и не набивал, и вам бы тоже этого бы не советовал делать. Но, по сути, ради данного Гаусса есть какой-то смысл определенный набить, все же это что-то новое, плюс, определенно, диктатора XT у меня тоже не было, и поэтому, в какой-то степени, пусть лучше у меня будет данный скинчик, плюс, там еще одна интересная краска появится, возможно-таки, я даже на ней буду катать, там она, если не ошибаюсь, называется Барсук, такая вот разноцветная, переливающаяся, и мне она тоже чем-то зацепила, довольно-таки интересно она сделана. На вот этот весь хейт увидеть такую вот вообще краску, я скажу вам, что это довольно-таки неплохо. Но, в общем и целом, конечно, как всегда, провальный и никчемный челлендж, без танкоинов, ну и, что касаемо призов, все те ребята, которые смотрели вчерашний видеоролик, и, например, вы думаете, что я там, типа, не ванганул, сказал, что это не такой будет челлендж, по сути, да, я с вами соглашусь, но мое предположение с тем, что хотя бы один прайм-скин будет, и сейчас эти прайм-скины будут постоянно появляться у нас в челлендже, оно как бы так и сложилось, так и получилось, появился, правда, не корпус, ну, я думал, что, возможно-таки, корпус какой-то появится, потому что я думал, что рельса XT именно-таки будет, я думал, что появится какой-то определенный корпус прайм, но корпуса не появилось, зато появился у нас гаусс, поменялась данная пушечка у нас, если не ошибаюсь, с молотом, именно-таки, молот XT с диктатором, диктатором XT хотели именно-таки вывести у нас на данный челлендж, но что-то поменялось, добавили гаусс прайм, неожиданно, наверное-таки, в преддверии старта Тофана, гаусс, чтобы у ребят уже мог появиться данный скин, возможно, в этом был какой-то смысл, но, в общем и целом, у нас появится новый скинчик прайм, и, как по мне, если он, например, будет играться на моем аккаунте с тем же викингом праймом, я думаю, что вот данное сочетание будет красиво смотреться, поэтому набьем, посмотрим, но торопиться, конечно же, не будем. Запикался я сейчас в каточку, довольно-таки неплохую, давайте из разговорного видеоролика переместимся немножечко в более игровой, попробуем выиграть данный бой, я сегодня просто только-только зашел в танки, зашел, посмотрел, что у меня надо набить целых 5, вернее, не набить, а завершить целых 5 боев в штурме, поэтому давайте попробуем завершить данный видеоролик такой вот более красивой игрой, и попробуем вытянуть данный боечек, сейчас довольно-таки неплохо должно у меня получаться, конечно, противник тут немножечко хочет пореспить меня, ну ладно, давайте попробуем быстро поставить, и чтобы у нас все получилось довольно-таки грамотно. Что касаемо Гаусса, я не записывал до сих пор никакого видеоролика, в котором бы рассказал бы про тот самый ап, который был сделан на данной пушке, кто, ребят, не знает, после обновления сводиться на данной пушке стало куда проще, возможно-таки в скором времени я запишу видеоролик, потому что, по сути, материалы уже к нему сняты, я скоро там смонтирую, как только у меня появится чуть больше времени, я думаю, что на выходных это удастся сделать, смонтирую нарезочку, которая у нас была с громом, которая у нас была потом еще с магнумом, что-то подобное сделаем, и я думаю, что после уже этой самой нарезочки можно будет записать видеоролик, который будет связан с данной пушкой, потому что, по сути, есть что вам рассказать, есть определенные плюсы, есть определенные изменения в лучшую сторону с данной пушкой, но все же в каких-то моментах все равно, я считаю, что, ну, немного не хватает урона данной пушки, если бы добавился бы еще бы урон, то это была бы, наверное, лютейшая имбулечка, ну, а так, сейчас пушка находится в таком примерно среднем балансе, ни туда, ни сюда, как говорится, что-то среднее у нас имеется, давайте попробуем, не знаю, сейчас где-то сверху вот так вот как-то прыгнуть надо, было бы, но у меня есть овердрайв, и поэтому надо попробовать просто раздамажить всех тех, кто там стоит, давайте вот так вот попробуем сделать, не знаю, что у меня здесь получится, хотя бы килов я тут накидал, парень наш тоже поставил, блин, ну, вот это люто, конечно, у меня получилось сделать, и уже 55 очков из 70 у нас имеется, вот так вот быстро каточку мы сейчас еще и завершим, получится такой вот грамотный, аппетитнейший видеоролик, но что касаемо вашего времяпровождения, да, друзья мои хорошие, если вам реально нечем заняться, да, то можете набить данный челлендж, можете набить, все же по тому, что я увидел в нем, я вам могу сказать, что он лучше точно, чем предыдущий, даже с теми пустыми слотами, все равно туда добавили дополнительные кристаллы, добавили, главное, дополнительные аптечки, потому что я посмотрел, что в прошлом месяце их было всего лишь 330, сейчас их 550, если не ошибаюсь, то есть на 200 аптек стало больше, это довольно-таки грамотное число, и вообще я бы хотел вас спросить, что вы думаете, вот прямо сейчас по поводу челленджа, да, потому что есть определенное мнение, то что сейчас очень-очень-очень много хейта в сторону разработчиков имеется, поэтому мне бы хотелось бы узнать вашу точку зрения, ваше мнение по всему этому поводу, что вы думаете, стоит ли вообще набивать в дальнейшем, и, ну, например, данный челлендж, да, в игре, набиваете ли вы его, а если и набиваете, то примерно за какое время вы его набиваете, вот это, наверное-таки самая важная информация, которую я бы хотел бы от вас услышать, ну, и, конечно, ребят, не забывайте прожимать палец вверх, подписочку на канал оформлять, если не подписаны, обязательно не забывайте поддерживать, потому что последнее время у нас что-то застопорилось, застопорилось, онлайн в игре как-то потихоньку падает, да, в какой-то степени ничего такого сверхнагибаторского у нас не появляется, это понятное дело, это понятное дело, что такое могло произойти, возможно, еще связано это как-то с летом, но, по сути, я бы на месте разработчиков все же начинал уже задумываться более масштабно о данных челленджах, которые, по сути, сейчас, ну, не такие сверхнагибаторские. Вот так вот мы заканчиваем данную катку, и на этой прекраснейшей ноте мы закончим данный видеоролик, поэтому всем спасибо, ребят, за просмотр, кто его досмотрел до конца, всем удачи и всем пока!